В продолжении глагола Божия, который звучал через брата Олега, я хотел бы эту мысль продолжить о бране, о нашей с вами бране, да, о духовной бране. Начну с 6 глава Ефесянам, всем хорошо известное место, я так думаю, Олег его имел в виду тоже, написано с 10 по 13 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего, ну и так далее, для сего примите всеоружие Божие». Знаете, я хотел бы обратить наше внимание на такие моменты, как бы три таких вопроса задать. Я думаю, так, когда идет брань, да, когда война идет, неплохо бы знать первый вопрос, с кем воюем вообще, второй вопрос, где это поле битвы, где там передовая линия-то, да, ну и тоже немаловажный вопрос все-таки, а как победить? То есть три вопроса, с кем воюем, где воюем, где поле битвы и как победить? Знаете, я хочу оттолкнуться от такой, от такой, ну ситуация такая была в жизни Иисуса Христа. Семнадцатая глава Матфея, я читаю с 14 по 21 стих. Семнадцатая глава Матфея, с 14 по 21 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Мы видим ситуацию, да, человек одержимый, сын этого, кто приступил к Иисусу. Мы видим, да, что Иисус изгоняет, мы видим такой вопрос у учеников, у нас обычно вопросы наоборот, когда чудо произойдет, а у них вопрос, почему так вдруг получилось, что бесто не вышло, видать, они привыкли к другому, да, совсем действию, что выходили всегда. И мы видим, да, что Иисус говорит вот эти слова, что если бы вы имели веру с горчичное зерно, значит, все дело в вере, да, даже пускай в маленькой, но в вере, что вы сказали, скажете горе сей, и она перейдет. Знаете, я хочу оттолкнуться, ну, два вопроса здесь тоже на эту тему, здесь, кто такой род неверный и развращенный, кто это такие? То ли это слушающие, да, ну там, скажем так, кто ходили со стороны, наблюдали, смотрели, то ли это этот одержимый человек, да, то ли это ученики вообще. Кто такой род, написано, неверный и развращенный, и что же это за горы, которые, что мы какие-то фокусники тут горы перестали, зачем их вообще горы переставлять? Где Бог поставил горы, где эти моря налил там, пускай они там и будут, зачем это все какие-то фокусы, да, о чем это разговор идет? Что это за род неверно развращенный, и что за горы, вот, и вообще, как бы, вот, о духовной, да, о духовной битве мы разговариваем. С кем мы воюем? Первый вопрос, с кем мы воюем? Знаете, есть такой медраж, это, как бы, ну, такое толкование в еврейском богословии, вот, не всегда это плохо, в первые века до нашей эры, во втором, в первом веке, и в первом веке нашей эры, я думаю, это Иисус, и все это знали те люди, которые в том месте пришел к своим, да, вот, они знали, это было на слуху. Бывают такие, как бы, исторические, хорошие такие истории, то есть, какие-то толкования там, какие-то прообразы, а бывают, ну, просто как, простите за слово, байки такие, просто какие-то мистические истории, да, вот, но тоже там истина все равно заложена, как притчи своего рода, медраши. И вот есть такой один медраж, который был в то время, вот, что гора, гора, там сатана назван горою, и что будет такое время, когда вот эта вот гора, она сдвинется и упадет, ну, в принципе, мы с вами верим в это, да, вот, и когда она сдвинется и упадет, знаете, там еще есть такой момент, что вот эти частички, или часть от этой горы, она, как бы, попадет в людей, и в людях тоже будет вот эта вот часть вот этого, да, и будет такое, как бы, победа, гора эта упадет, да, и вот это в людях тоже, часть от этой горы, как бы, она останется. И знаете, и я так думаю, что мне, как бы, вот, хотелось бы вот эту мысль подчеркнуть, что Иоанн Креститель говорит, сороковая глава Исаия, с третьего по пятый стих, я своими словами, глаз вопиющего в пустыне, да, написано, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезию ему, и там написано, всякая гора и холм, да, понизится, потом всякие кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются прямыми, и что? И явится, пятый стих, слава Господне, ибо уста Господне изрекли это, слава Господу. Оказывается, друзья, вот это вот со времен грехопадения, вот эта вот гора, которую нам с вами нужно сдвигать, она находится не где-то там, с кем мы воюем, она находится внутри каждого из нас. Сейчас холмы и горы эти, это гордыня человеческая, вот эта вот греховная сущность, я так скажу, род неверный и развращенный, это не кто-то там, а это человеческая составляющая. Помните, Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Друзья, я хочу сказать о том, что со времен грехопадения, вот эта вот составляющая, составляющая, с кем мы с вами должны воевать, она находится в каждом из нас. Это грех, живущий в каждом из нас. Это тело смерти, как это ни назови, да, евреи говорят, это ецарара, дурное начало. Оно вот со времен грехопадения, как только вкусили запретный плод, и все, и эта гора, она попала в каждого из нас. Дальше продолжаю эту мысль. С кем мы воюем? Все-таки первый вопрос. Знаете, вот когда, ну, например, Великая Отечественная война была там, Гитлер напал на Россию там, на СССР, да, тогда. Я так думаю, Гитлер, он вообще не нападал. Он, возможно, там с Евой Браун или с кем-то сидел там, чай пил где-то там у себя в Германии, там в Берлине, или где он там был, да. Я думаю, нападал не Гитлер вообще, и не Сталин с ним воевал там, да, а воевали люди, воевали вот эти вот солдаты, вот эта там Брестская крепость, мы из истории помним. Да, вот они первые, первые вот эти вот передовые линии фронта. Вот там эта война шла, и воевали совсем там, не дьявол с нами воюет. Передовая линия фронта, она не где-то там проходит. Я зачитаю, это написано Кремленом, написана 7 глава, всем хорошо известное местописание, я читаю с 18 по 23 стихи. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добрая, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, вывод, да, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Оказывается, вот с кем мы с вами воюем. Вот этот род неверный и развращенный, это и есть наша греховная составляющая, так скажем, тела смерти. Или закон греха смерти, или Ецарара, как это ни назови, но мы воюем с вами, да, вот с этой вот, и горы, которые нам нужно переставлять, это не какие-то горы материальные там нужно переставлять, да, а это вот именно, вот это вот наши с вами холмы и горы, наши с вами кривизны, вот этот род неверный и развращенный, нам нужно вот с этим вот с вами воевать. Это вот, вот это передовая линия фронта, это не где-то там кто-то пришел, а мы там не с сатаной воюем, да мы с собой должны воевать. Иисус говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот, там вот, Христос воевал, он когда был в пустыне, он и где-то там воевал. Вот, борьба-то была со своей, вот этой вот земной, земным началом, да, со своим вот этим вот, мы с вами боремся со своей греховной сущностью. И где это происходит? Это происходит, я зачитаю, написано Галатом, 5 глава, 17 стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Друзья, мы с вами, это поле битвы, это передовая линия фронта, это война со своей греховной, с этим родом неверным развращенным, с этими горами и холмами, которые нужно передвигать, она происходит, где дух и плоть пересекаются. Это внутри, во мне это происходит, да, где составы мозги судятся. Помните, написано к евреям 4 глава, по-моему, 12 стих, да, Слово Божие, оно проникает до разделения. И вот где вот это разделение проходит, вот там это передовая линия фронта. У каждого из нас она своя. Мы не воюем, я еще раз повторюсь, да, по большому счету война была там против Гитлера, да, но это не воевали не с ним. Мы воюем с дьяволом, мы воюем с собою и побеждаем с собою. Когда мы с вами помним Давид, да, когда он семей его поносил, он не с семьей им воевал, не ему там голову отрубал, да, а он говорил, пускай Господь презрит на мое смирение. Он там воевал и победил, когда он от Саула там убегал, и когда были много-много возможностей победить Саула, не знаю, там, убить его в пещере или там, или когда они спали там, да, вот, и другие моменты. Но Давид понимал, это не война Господа. Война Господа, она там в нем происходила. Он Богу доверял, он как бы собой боролся, так скажем, да, со своими всеми этими амбициями какими-то и так далее. Слава Господу! Друзья, продолжаю дальше, продолжаю дальше эту мысль. То есть, первый вопрос, с кем воюем? Воюем со своей плотью, да, вот этой вот человеческой, вот этой вот природой греховной, с этим вот падшим нашим началом, с дурным началом нашим. Вот с кем мы воюем? Где мы воюем? Во мне, князь мира, ничего. Во мне, внутри, где пересечение души, духа, составов мозгов, где судятся помышления и намерения сердечные. Даже, друзья, я еще такую замечу. Кремлина вторая глава, помните, про язычников написано. Даже язычники, не знающие Бога, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. На всяком уровне. У каждого человека, у одного неверующего человека, у него идет там, внутри, вообще, на себя надеяться, да, или все-таки к Богу воззвать. Потом, когда человек уже понял, что к Богу нужно выйти покаяться, не выйти покаяться, вот она у каждого на своем этапе передовая это проходит. Уже когда человек придел Иисуса Христа, возродился свыше, идти за Христом или жить по своей воле, и когда уже сохранить ему до конца верность там, или сойти с этого пути. То есть, постоянно, постоянно, даже у неверующего человека, у него в совести, ну, Богом так заложено, есть вот эта вот борьба, где борется дух и плоть. Слава Господу, да. Нам очень хорошо это понимать, да, где, где это поле битвы. И в продолжение, как все-таки победить, немаловажный вопрос, я читаю 4 глава, 4 книга царств, 18 глава, я лет 10-12, там, может, 15, не знаю, назад, говорил эту мысль, но она, как нельзя, хорошо сюда подходит. Я зачитаю, вначале предыстория, там, в общем, царь Ассирийский, Синахирим, напал на Иудею, на Иерусалим, окруженный Иерусалим стоит. И вот, значит, он завоевал там все города вокруг страны, там, да, ну, то есть, то есть, такой деспот был. Вот, и он посылает своих, значит, посланников, да, ну, как и сатана, духов злобы поднебесной посылает, которые нас искушают, которые пытаются, чтобы мы дали им место, чтобы они вошли, как брат Олег говорил, согласились с этими мыслями и приняли их как свои, пустили их, да, в себя. Вот, он посылает Рапсака, Рапсариса там, и вот они, значит, приходят к стенам Иерусалима, а там на стенах сидят те, кто защищает город. Вот, и написано 26 стих. И они начали говорить и говорили на иудейском языке. И вот написано, и сказал Елиаким, сын Хелкиен, и Семна, это иудея, и Иах Рапсаку этому говорят, говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски, слух народа, который на стене. Но, смотрите дальше. И сказал им Рапсак, то есть посланник, да, Синахерима, ну, скажем так, посланник дьявола, не только господину твоему, и к тебе послал меня господин мой, сказать сии слова, нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой, и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал, слушайте, слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас, Иезекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас, Иезекия, Господом говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Ну, и так далее. Друзья, здесь хочу взять такую мысль. Смотрите, в чем тут вся изюминка вот этой всей истории? Что когда пришли посланники, Рапсак этот с Рапсарисом, то они начали говорить не на международном арамейском языке, ну, как сейчас английский, да, скажем так, потому что этот язык понимали, вот этот Елиаким, там, Севна, они понимали, они бы поняли, но они начали говорить на их родном иудейском языке, чтобы слышали и понимали не только вот эти переговоры, кто ведет, да, но и весь народ, который там сидит, естественно, боится. И они начали устрашающе эти слова говорить на их родном языке. Что я от чуда хочу взять? Вот эта тактика, вот эта идет война, да, мы воюем с кем? Со своей ветхой природой, да, где проходит эта война? Она внутри нас проходит. И вот приходит какой-то там, с кем мы воюем? Духи, да, злобы поднебесной. Приходит какой-то посланник от Гитлера, от дьявола, да, не он сам приходит, а какой-то, и говорит мне на моем, Саше Степанюка, родном языке. Какой у меня родной язык, да, был? Наркотики, пьянка, не знаю, ну и все-все вот это вот, да, не хочу это перечислять. Приходит к другому. Кому-то даже на религиозной почве может подойти. О чем сегодня Саша говорил, да? Мы кого-то воспринимаем, и мы не можем, в нашем религиозном понимании, литургия должна вот не так проходить, а как-то по-другому. И мы не можем это принять. И мы открываем для, вот понимая этот голос, да, слыша, это мой родной голос, это, а он-то языки все знает, да? И он посылает к тебе именно того, кто нужен. Даже бывают такие, знаете, формы экзотические. Есть один такой человек, у нас он в церкви, ну, здесь его нету, если кто знает, вы не говорите другим. Вот он, у него, знаете, такая проблема, он не может отдыхать. Ему надо всегда, всегда работать. Вот если ко мне искуситель придет, скорее всего, мне он скажет так, вот это у меня, правда, есть такое, полежи на диване, поразмышляй там о чем-то, вот, только не делай. Вот к нему, если придет, вот он не скажет ему, полежи на диване, бесполезно. Он скажет ему наоборот, слушай, тебе некогда читать, сейчас к служению готовиться, давай ты побеги там, не знаю, там, дрова поколи, там, что-то поделай, там, не знаю, за водой сходи, пойди еще там что-то сделай. Понимаете, даже есть вот такие моменты, зная особенности, родной язык каждого из нас, у нас есть свои наклонности есть, да, кто-то, он такой, не знаю, такой активный, кто-то, наоборот, меланхолик, такой молодушенький человек бывает, сказать не может, да, а кто-то, наоборот, не остановишь, им нужно говорить, вперед идти. И вот у каждого у нас разная наша природа. И вот там вот где-то внутри у нас подходит вот этот, и на тебе, на твоем, именно на твоем вот родном языке говорит, для чего? А чтобы, как сегодня говорилось, ты открыл для него двери сердца, принял эту мысль, впустил его туда, ну и все, и это уже становится твоя, уже он там управляет, и ты уже идешь, все, проиграл, проиграл, да. И вот знаете, я читаю дальше, что же было в завершении этой истории. Мы помним там, я своими словами за экономию времени, Иезекий пошел в храм, взял вот это письмо Талмуд, положил пред Богом, говорит, Господи, ну на самом деле, царь Ассирийский там всех завоевал, ну все, бесполезно, мы тут не можем. Господи, если ты не защитишь, то все, да, и народу приказали, чтобы там в диалог не вступали, в диалог не вступали, Ева вступила в диалог, да, чтобы не вступали в диалог, чтобы сохранили верность там, и дальше стояли, и не слушали там, да, и были верны. И вот я читаю уже 19 глава, с 32 стиха, посему, ну и Бог говорит там через пророка, Исаию, по-моему, посему так говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не посыплет против него вала, той же дорогою, которую пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя, и ради Давида, раба моего. И случилось, вот и исход, в ту ночь пошел ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Ну и потом этот царь отправился там в землю Араратскую, прошу прощения, к себе туда, в Неневию, да, и там его сыновья, там, значит, Шарицер и Адрамелех, они его, в общем, убили. В общем, все, история закончилась так. Никто даже копья не поднял, ни меча не поднял, Иезекия молился Господу, ворота не открывали, хотя было страшно, не впустили, да, хотя все понимали, все понимали, да, вот эта битва там вот происходила вот именно там, и что произошло? И Бог вступился, слава Господу, и Бог победил 185 тысяч, вообще без ничего там, ничего даже пальцем не пошевелили, да, а Бог вступился, и победа была, слава Господу. Друзья, мне хотелось бы сказать, у нас у каждого с вами своя война, и нам нужно с вами, да, победить. И я зачитаю это место, которое, я так тоже думаю, немаловажно, уже в завершении, еще потом Кримином зачитаю, написано 17 глава, первая книга царства, это слова, которые Давид сказал, муж, знающий толк в бронях, да, который постоянно, и против Голиафа, который выходил, написано 47 стих, 17 глава, первое царство, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст нас в руки, и Он предаст вас в руки наши, слава Богу, это война Господа. Возвращаюсь к поставленным мною вопросам, да, с кем воюем? Воюем со своей греховной сущностью. Род неверный, развращенный, я думаю, это не кто-то, кто там стоял, а это в принципе все человечество, зараженное вот этой вот неверностью, развращенностью, грехом. Какие горы мы сдвигаем? Мы не какие-то там горы сдвигаем, а сдвигаем горы своей гордыни, эти кривизны, да, эти все-то неровности, это вот с кем мы воюем. Друзья, и третий момент, как победить? Довериться Богу, понять, что это война Господа. Наша брань идет не против, мы не сами, не по своей воле пришли в этот мир. Раз мы пришли в этот мир, мы находимся в этих обстоятельствах, это война Господа. Нам что нужно делать? Нам нужно иметь веру в Бога, хотя бы даже, как горчичное зерно. Если мы будем иметь веру, хотя бы даже, как горчичное зерно, что будет? Тогда эти горы, они передвинутся. Это наша ветхая природа, да, тогда победа будет, но нужно доверять Господу. Единственный способ победить, это довериться Богу, дождаться Бога и позволить Ему победить в нас, сдвинуть эти все горы. Для этого нужна вера. Это то связующее звено нас с Богом, без которого просто нельзя Богу угодить, нельзя одержать победу и вообще ничего нельзя. Нужна вера, которая была у Иезекии. Эта вера не какая-то такая, да, помните, в послании, по-моему, в Филадельфийской церкви написано, да, я знаю, что ты немного имеешь силы, но ты сохранил слово терпения моего, да, и я тебя сохраню. Это война Господа. Бог, Он совершает, Бог, Он побеждает. Нас враг не боится, ни эти духи, ни рабсаки там никакие, ни сам Синахирим, ни сам дьявол, да уж тем более. Нет, тут нам важно понять, что только Бог, только Он наша защита. Нужно довериться Ему, нужно дать Ему победить. Слава Богу. Друзья, давайте мы с вами помолимся, чтобы мы с вами смирились, чтобы мы с вами открывали свои сердца пред Богом, чтобы мы с вами старания и усилия употребляли, чтобы действительно победа была в нашей жизни от Господа. Слава Богу, это война Господа. Продолжение следует...